У меня колено болит, нос болит, и вот губа опухла. Были пристегнуты. Ну просто, ну вы сами понимаете, 14 это как бы машина какая. Ехать в больницу девушка на ладе не захотела. Посчитала, что травмы не настолько серьезные. К тому же она решила дождаться приезда инспектора в ГАИ, чтобы рассказать им свою версию случившегося. Ведь второй участник аварии свою вину категорически отрицал. Как он мог вообще меня не увидеть, если я ехала? Я с неба свалилась, что ли? Не было, не было. Я с неба, что ли? Ты должен был три раза убедиться, что меня нету. И там вообще не было. Как нет? Ты слепой, что ли? Я не пойму. У меня свидетели есть. Давай я позвоню, сейчас придет. У меня знаешь, сколько этих свидетелей. Свидетелей, принимающих версию каждой из сторон, и в самом деле оказалось предостаточно. Это еще больше разгорячило людей. Каждый из водителей настаивал, что именно он должен был закончить маневр. У меня скорость была 50-60, не больше, потому что там лежачий лежит. Там лежачий лежит. От него разогнаться невозможно. Это во-первых. Если ты можешь разогнаться, то вперед. Я не могу. Я никогда не проеду на красный. Никогда. Мужчина на старенькой иномарке вместе с друзьями приехал в Казани с Кировской области специально, чтобы посетить аквапарк. Но все планы были испорчены в первый же день. Гость столицы говорит, больше всего сожалеет, что перед дальней дорогой забыл дома свой видеорегистратор. Ведь теперь в суде доказать, что именно девушка выехала на перекресток на красный свет, ему будет довольно сложно. Дина Русманов, Равиль Сайганов, Альберт Доминов. Эфир 24.